очень часто на встречах со своими клиентами психологи слышат фразы подобного типа я жду от него помощи а он мне все время любви говорит или я завалил ее подарками а ей все мало как будто мы говорим на разных языках здравствуйте дорогие друзья с вами передача фокус на человека в студии наталья ежова сегодня мы с вами говорим на понятном языке о некоторых аспектах любви и говорим это с нашим гостем студии коучем психологом тренером игропрактиком аиды галеевы здравствуйте аида доброе утро из-за вот этого непонимания языкового ну с внешней точки зрения распадается на самом деле очень много пар сложняются отношения между родителями и детьми между друзьями это действительно так ведь до этой практике это действительно так то есть если мы говорим про отношения романтические то в начале это период влюбленности и там мы видим все прекрасно но этот период рано или поздно заканчивается а и дальше мы встречаемся из немножко из этой иллюзии мы спускаемся в реальный мир и встречаемся с реальным человеком и оказывается с ним как-то надо выстраивать отношения коммуникации и так получается что как будто встречаются два мира до каких-то данных каких-то две вселенных и да они разговаривают на на разных языках и надо найти и познать узнать и найти этот язык чтобы выстроить эти отношения да если про детское родительские отношения про детей то вначале с детьми мы вообще на всех языках разговариваем и по только потом когда ребенок немножко взрослеет мы видим что что-то ему нравится больше прикосновение или ему больше внимания необходимо да но это так и если этого нет то тогда возможно у людей есть что-то общее есть интересы что-то их объединяет но из-за того что они говорят на разных языках они просто не ну не находят вот этой как бы точки но вот когда мы говорим на разных языках понятное дело что мы говорим метафорично да то есть мы все говорим мы же с вами на русском языке говорим да с психологической точки зрения это называется на разных языках то есть когда люди говорят так что они по каким-то причинам друг друга не понимают и я бы хотела чтобы сегодня мы с вами поговорили на эту тему опираясь на книгу известного очень доктора философии гарри чепмана который 20 лет практиковал семейную психотерапию и написал замечательную книгу которую так и назвал пять языков любви эта книга является бестселлером и я думаю что зрители есть бы точно будут зрители которые эту книгу читали и она не невероятно легка к прочтению и невероятно важна я почему говорю насколько она важна потому что я в своей практике прочитав эту книгу уже сталкиваюсь с тем что мое восприятие меняется речи близких мне людей я слышу ключевые фразы и я обращаю на них внимание и благодаря этому перестраивается мое поведение в чем суть вот книги этого автора но суть то на что я в первую очередь обратил внимание что мне очень понравилось там была вот эта метафора что мы как когда рождаемся мы как пустые сосуды любви которые необходимо наполнять и важно наполнить именно тем содержимым которое как как бы создан для которого создан этот сосуд именно об этом 5 языков любви именно об этом вот эти пять разных но если мы говорим психологи каких-то модальностей да то есть каких-то вот и первый мы поподробнее да я бы хотел чтобы вы развернули да что это что это за почему он это интересно называл именно метафору использует язык любви и что это за языки любви да значит один из языков это слова 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 комплименты поощрение одобрение другой язык это подарки третий язык это язык прикосновений четвертый язык это время уделять внимание и пятый язык это помощь да это помощь вот и казалось бы это те обычные вещи с которыми вообще сталкиваемся да мы каждый день это делаем и делаем это друг для друга но для кого-то тот или иной те или иные вот эти вот стимулы они больше в приоритете их должно быть больше в общении они должны быть фокусе внимания и вот важно узнать это во первых для себя какой у меня ведущий но как правило это один или два языка где-то два языка ведущих и какое моего партнера у моего ребенка моего окружения и тогда уже мы можем совершать действия и здесь еще что мне понравилось в этой книге то что любовь воспринимается как именно как акт действия что я люблю это значит я что-то делаю для любимый человек и что мне сделать для тебя да чтобы ты понял что я тебя люблю это как раз вот тот вопрос который стоит задавать чтобы выяснить да то есть как ты поймешь как ты понимаешь как ты чувствуешь что я тебя люблю что тебе важно чтобы я тебе делала комплименты чтобы я обращала внимание на то, что ты сделал для меня и как-то тебя благодарил за это. Либо я делаю какие-то тебе интересные подарки, либо чтобы я прикасалась к тебе. И мы постоянно исследуем. Возможно, ведь человек тоже не знает, какой у него язык любви. И тогда это становится таким интересным исследованием. А что про меня? Что про тебя? Давай узнаем. В этом много энергии. То есть это такой... С помощью этой книги, с помощью этой информации можно повернуть ракурс, немножечко повернуть ракурс своих каких-то отношений, которые нам нужно отрегулировать, в которых мы чувствуем, что где-то какие-то точки недопонимания есть. И можно там поисследовать то, что вы говорите. И даже элементарный эксперимент. Вот я, допустим, в саду палю грядки. Вот что для меня важно, чтобы в это время делал человек, который рядом со мной. мне важно, чтобы он в это время со мной разговаривал, что-то мне рассказывал. Пусть даже он в это время не работает, но мы общаемся. Мне важно, чтобы он точно так же вниз головой сидел в грядках рядом со мной. Это другой. Мне важно, чтобы он в этот момент принес мне шляпу, которая будет закрывать меня от солнца. Или приготовил мне кофе, чтобы я могла отдохнуть. Или еще что-то. То есть в таких моментах, насколько я поняла, я это прочувствовала себе, можно как раз и поймать. А вот этот момент мне приятнее всего. А вот этот момент, когда мне просто принести кофе, он меня совсем не трогает. А вот когда человек рядом со мной вместе работает, и вот это совместно, для меня это прям про настоящее, про что-то такое отзывающееся, наполняющее. И вот таким образом мы сможем, да? Я правильно понимаю? Да, 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 да. Совершенно верно. То есть в обычных, в бытовых наших делах, в вопросах каких-то, да, взаимодействия просто почувствовать. А как мне? Действительно, мне хочется, чтобы он здесь сейчас рядом со мной, там, например, мы, ну, как-то, я мою посуду, а он вытирал. Либо мне достаточно, что он присутствует здесь своим вниманием, и как-то я рассказываю, он меня слушает, да. То есть это совершенно другой уже, другой язык. Ну, я предлагаю Аиде сейчас немножечко поподробнее коснуться каждого из этих языков. Там есть свои нюансы, которые, мне кажется, важно очень проговорить. Да. Ну, давайте начнем, например, с подарков. Что это означает, и какие там есть нюансы? Ну, какой-то такой очевидный, так скажем, да, то есть если мы любим, то кажется, что вот надо дарить, подарки, это приятно, и человеку, и мне. Вот, и это, мне кажется, связано еще с какими-то праздниками и с детством, и вот то, что вот много любви, это когда вот все пришли там на день рождения, надарили подарков. Да, и так бывает, что для кого-то это очень важно, что мне подарили, да, какая упаковка, как это вообще про меня, да, как это про мои интересы, как это вообще, как бы, ну, да, насколько мне прям, это мое-мое, да, насколько человек угадал, мне это важно, и что я это буду хранить, и я это, ну, как бы, да, для меня это вот что-то такое ценное. Для кого-то подарок это просто, ну, вот, символ. Символ, да, просто вот, да, подарили, и да, ок, все хорошо. И в подарке, наверное, важно все-таки, чтобы это был не какой-то формальный подход, да, бывает, ну, если мы долго с человеком, подарки надо, как бы, дарить по традиции, да, на все праздники, да, на день рождения, на Новый год. И каждый раз встает вопрос, а что подарить, да? И когда уже... Иногда очень мучительный. Очень мучительный, да, и когда уже какие-то вот такие подарки, которые представляют собой, какие-то предметы, вещи, они уже исчерпали себя, то тогда встает вопрос, а что еще может быть подарком? И оказывается, подарком может быть совершенно не какая-то физическая вещь. Нетривиальная совершенно вещь. То есть подарком может быть какое-то яркое впечатление, какое-то новое ощущение. Это может быть какое-то невероятно вкусное приготовленное блюдо, но если человек гурман, то есть... Но здесь важно учитывать интересы человека, то есть о чем это. И в подарке важно, мне кажется, здесь вот как нигде важна такая энергетическая составляющая. Насколько человек, который дарит, вложил в это, то есть как он долго его там искал, выбирал, это что-то такое уникальное, то есть он вложил в это свое внимание, свои чувства, и вот он преподносит этот подарок. И это может быть что-то сделанное своими руками. Ну, дети, например, на самом деле это такой шаблон, что они любят какие-то там сложные, дорогие, какие-то там суперконструкторы, там еще что-то, куклы. На самом деле ценят то, что, возможно, как бы сделано там родителям или... Специально для него. То есть это что-то такое. Здесь, мне кажется, вот в этом языке подарков есть несколько моментов тонких, которые нужно проговорить. Вот первое, что вы сказали, я сейчас услышала, вы сказали, хорошо, если угадал. То есть мы говорим о том, что, ребята, давайте не будем угадывать, давайте просто узнаем у человека. А как мы это узнаем? Мы можем узнать это с помощью рассказа из детства. Я думаю, что все корни формирования того или иного языка, они закладываются в детстве родителями, да? И тогда нам не придется угадывать, да? И смотрите, вот такой вариант. Я вложилась эмоционально, я прям вот что-то там пусть руками, я или создала какое-то ощущение. То есть я вот потратила время, потратила энергию, потратила какие-то деньги для того, чтобы на человека произвести впечатление вот этим подарком, чтобы его порадовался. А результат пшик. Почему? Потому что, ну, скажите сами, ну, вот, по-моему, ответ очевиден, да? Потому что я не изучила, да? Да, да, да. Потому что я думала, что для моего визави этот язык ведущий, а ему совершенно, может, он и ведущий, но это не тот тип подарка. Да, и вот я говорю, поэтому и важно знать, что интересно человеку, и то, о чем он, возможно, говорит. И если у человека это ведущий язык подарки, то обратите внимание, что он дарит, потому что, как правило, мы дарим людям то, что хотим от них получить. Абсолютно с вами согласна. Есть традиция, я сталкивалась с таким, что если тебе подарили подарок, то в одних семьях принято сразу его открывать, чтобы посмотреть, чтобы вот эту обратную связь, обратную реакцию отдать человеку, который подарил, поблагодарить его, да, чтобы он увидел восхищение, в твоих глазах, что этот подарок действительно понравился и так далее. А есть семьи, в которых спасибо и в сторону убрали. Неприлично при всех посмотреть, а вдруг там что-то такое, что дарителя может, ну, скажем так, покорежить. Вот как бы вы, как вот вы относитесь к таким вот интересным, полярным традициям совершенно? Я думаю, что все-таки традиции важно уважать. И если они в, ну, как бы в этом роду, в этой семье появились, то и... Какое-то оправдание есть для этого. А? Оправдание для этого какое-то, есть для появления этой традиции. Да, да, для этой традиции, да. Ну, мне, например, и в нашей семье все-таки принято тут же открывать подарок, потому что это какое-то вот... Волшебство. Волшебство, да. Потому что вот это вот там какая-то красивая упаковка, и непонятно сначала вообще, что это, потому что это какая-то продолговатая коробка, да, или вообще какая-то круглая коробка. У меня вот муж очень любит упаковывать коробки, вот, ну, там, когда он мне дарит или когда сыну, это вообще какие-то могут быть необычные, какие-то открывающиеся, какие-то необычные коробки. Вот. И даже в этом уже заложено какое-то волшебство. Я считаю, что это часть. Вот как бы часть подарка это открыть его и посмотреть, и вот, и поймать вот это удовольствие от того, что, о, как классно, как здорово. Да. Еще раз обращу внимание, что, наверное, мы здесь будем говорить про детство, да. Если, допустим, взять девочку, которую в детстве родители баловали дорогими подарками. Надо смотреть. Если родители дарят такие дорогие подарки, то, а что дальше ребенок с этим делает? То есть у него это просто как бы вот сиюминутный восторг. А дальше что? Да, тоже важно. То, что, как он дальше им распоряжается. То есть ценит он его, ухаживает за ним или как. То есть либо это что-то просто, ну, сиюминутное, одномоментное, и все. Вот это вау-эффект. Да, вау, учите все. Красивые куклы, все дальше валяется. То есть, ну, как бы, вот, да. Красивый велосипед. Да, там, ну, в смысле хороший, да, покатался, все, больше как бы не хочу. То есть это еще важно дальше посмотреть, а что происходит. Вот еще есть такой тонкий момент, когда подарок что-то вроде замены любви. Ну, типа вот откупиться, отдариться. Вот это что? Про что это? Это как? Вот как это понять? Мне кажется, потому что, ну, вообще у нас на данный момент не очень развита культура вообще просто, ну, вот, выяснение, да, того, что тебе, что тебе на самом деле важно и что необходимо. потому что почувствовать, а важно ли человеку сейчас прикосновение, или ему нужны какие-то слова поддержки. Это тоже нам сложно, как бы, говорить комплименты. Это тоже надо учиться говорить, да, вовремя как-то поддержать слова поддержки, где их найти, как. То есть это все какие-то вот требуют дополнительных усилий. А подарок, он как бы, ну, прост, просто надо пойти и купить. Тебе кажется, чем больше любишь, тем надо подороже, да. Вот. И поэтому это такое немножко... Почему мы в первую очередь даже о нем стали говорить? Такое, как бы, очевидное проявление какой-то вот ну, внимания, любви и заботы какой-то. Ну, очевидно, да, но там и болезненности много. Допустим, если я подарила подарок, ну, условно говоря, который человеку не подошел, и я потом узнаю, что его выбросили, передарили. Передарили, да. Вот это очень сильно может ранить. Но получается, что у меня, как у заинтересованной стороны в том, чтобы мой подарок был уместен, есть все возможности для того, чтобы выяснить, да, а тот ли я собираюсь подарок сделать, а не хочу ли я на самом деле то, что собираюсь подарить кому-то, подарить себе. И не лучше ли сделать именно так, чтобы и кошки были, как это, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Вот еще один такой интересный момент есть. Сейчас, как ни странно, принято дарить деньги. Вот вы сталкивались с таким? Да. Вот как это? Это же, в принципе, не подарок, а, собственно говоря, возможность. Но мне кажется, здесь опять надо смотреть от прям конкретной ситуации. Семью. От конкретной семьи, от конкретного, если мы говорим там про детей или подростков, для чего деньги? То есть, если, например, ребенок-подросток чем-то увлекается, и он что-то хочет купить, но у него пока нет средств, да, и родители ему тоже пока это тоже, ну, как бы, нет возможности это купить. Но у него, он поставил цель, что он хочет накопить на это. И он озвучивает прям, что я коплю, например, какой-то хороший компьютер или, например, на какой-то инструмент. То есть цель прям озвучивает? Да, да, то есть есть цель, и ему, по идее, больше ничего не нужно. Ну, вот, он говорит, мне вот ничего не нужно, я вот это вот хочу. Ну, вот, вот как ребенок, мне сейчас 12 лет, он говорит, мама, все, я понял, я хочу вот как бы на день рождения самокат, но не просто самокат. Я его хочу по частям собрать сам, то есть купить отдельные вот части, то есть сейчас есть такая возможность. И тогда, да, мне кажется, это приемлемо. Если для человека это реально будет ценно. Чем не услышать это, если мы говорим про конкретную ситуацию, чем не услышать это и сказать, ну, нет, это ерунда, деньги это не подарок. На вот тебе все за другое. Да, на вот тебе, да. На вот тебе, например, лампу или еще что-то, чтобы уроки делать, еще что-то. Вот, кстати, да, интересную тему затронули. Когда дарят подарки, которые, ну, скажем так, необходимы в жизни. Когда женщинам дарят натовую технику, которая облегчает ее труд. Мужчинам инструменты. Мужчинам инструменты, а детям одежду, которая так и так должна быть куплена к первому сентября, к зимнему периоду и так далее. Нам кажется, что это немножко неприлично во многих семьях, как-то в нашей культуре, прям напрямую так спрашивать, что тебе подарить? Ну, если даже спросили, нас этот вопрос тоже может в тупик поставить. Потому что, ну, как сказать, что мне подарить, да, а вдруг это дорого для человека, ну, как-то неудобно. Вот, и мне кажется, здесь можно вообще включить какой-то элемент игры. И заранее, до какого-то праздника, сделать, например, какую-то шкатулку, какую-то копилку, куда люди пишут просто свои хочушки. Или какую-то доску просто, да, на холодильник, я не знаю, на магнитик, просто приклеивать. Что-то, например, увидела? О, я вот это хочу, например. Или я вот хочу такое место посетить. Просто свои хотелки. Просто писать. И тогда будет проще понимать, что человеку необходимо. Всегда будет под рукой, по крайней мере, три варианта, что можно подарить человеку там на большой праздник, например, или какой-то небольшой праздник. Ну, то есть разные вот варианты. Вы меня прямо заразили сейчас от идеи. У меня уже в голове этот мешок, мешочек, который я, да, обязательно поставлю. Только обязательно надо подписать, естественно, кто-то. Да, хотел, прям так и напишу. Прям так и напишу. Записки с подписью. Прекрасная идея, по-моему, она прямо вот... Это важно для себя. То есть где-то я, например, что-то увидела. Какое-то украшение или, например, там что-то, стул. Или даже вообще для себя, ну, как бы там, для работы даже что-то. Но оно вот мне прям захотелось. И я понимаю, что я вот прямо сейчас не пойду, это не куплю. Но если мне это подарят, то мне будет приятно. А потом еще же очень важно понимать. Для людей, у кого это ведущий, да, язык, важно дарить подарки не только по праздникам, когда они ожидаемы. Да, по поводу мелкому какому-то. Да, а вообще просто без повода. То есть это не привязано к какой-то дате. Просто человеку, он так понимает, что вы его любите, когда ему просто приносите. Вот, то есть просто маленькую шоколадку. Просто какой-то там, не знаю, вот ребенок там нарвал одуванчиков, вот он принес. Он знает, что маме это приятно. Вот, то есть такие вот как бы мелочи. Да, и вот в этой ситуации, если, допустим, мы выясняем, что у партнера этот язык любви ведущий, а у нас он стоит на третьей, четвертой или пятой позиции, это не делает нашего партнера хуже или нас хуже, да. Это просто говорит о том, что вот это так. И здесь оценочные суждения, когда они будут, ну, только вот еще больше вот эту пропасть расширять. Да, да, такая. Вот потому что так выросли, потому что только так человек воспринимает, что его действительно любят. Только через этот вот такой язык. Хорошо, здесь мы более-менее разобрались. А, вот еще интересный момент. Если человек любит принимать гостей и кормить, вот это язык чего? Если любит принимать гостей и кормить. Времени или подарков? Мне кажется, это какой-то симбиоз. Вот, получается же, Гарри Чапман о чем говорит? Гарри Чапман о чем говорит, что есть эти языки и есть еще диалекты, да. То есть вот даже в подарках, да. То есть какие подарки, большие, маленькие, то есть они сделаны своими руками. То есть это у каждого человека, да, это уже там будут диалекты, да. То есть чтобы это было вау, грандиозно, или это чтобы было что-то такое, такое тихое, такое мягкое. Да, что только ты и я увидим, да. Кому-то важно, чтобы это все видели, что как бы у меня такой подарок. Вот, и это уже как бы отдельные диалекты. И вот здесь, мне кажется, про еду это какая-то связка нескольких диалектов. Это про время однозначно. Ну да, чтобы гостей встретить, нужно достаточно много времени потратить. Вот, ну и здесь само блюдо можно воспринимать как дар. Дар, да, какой-то дар, который вот, он просто немножко своеобразный, который мы как бы вот, мы его потребляем, мы его съедаем. Но в жизни, вы правы, много может быть таких ситуаций, которые нужно разобрать, какие в нем языки. И тогда будет понятно, что именно тебя вот в этой ситуации привлекает. Что именно, о чем она, да? Вот, наверное, так. Так, хорошо. Следующий язык, который я предлагаю обсудить, это язык помощь, называется он. Что это за язык? И сразу вопрос, чем помощь отличается от служения? Да, там есть такой момент тонкий, я тоже вот про него думала, когда читала, слушала книгу. Контекст служения, там больше, мне кажется, это про именно прислуживание, говорится. То есть одно дело, когда, то есть немножко разделить надо понятие. А, ну то есть особенность перевода, скорее всего. Это особенность перевода, да. Да, то есть если мы говорим просто про сам термин служения, да, то есть это что-то, ну какое-то, мне кажется, даже понятие такое из духовной области, да. То есть говорят люди... Ну, благородство какое-то в этом служении. Да, да, да. Служение родине, служение богу, служение семье. Да, 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 то есть какая-то такая, ну, какая-то высокая ценность какая-то. Ну, этическая, из этики. Вот, а в книге, мне кажется, там больше про прислуживание. То есть когда здесь уже выходит за рамки именно какой-то помощи, когда уже начинается манипулирование человеком. То есть одно... Например, например. Да, то есть если у человека этот язык помощи, да, то есть ему важно, чтобы... Он эту помощь получал. Да, то есть ему важно, чтобы даже если он может сам справиться, но ему важно, чтобы человек, который находится рядом, ему помогал. И так он понимает, что, да, этот человек... Чтобы он в какой-то ситуации не оставался один. Да, да, да. Я могу справиться, но мне для того, чтобы я понимала, что ты меня любишь, мне нужно, чтобы я была в этой ситуации или была не одна. Чтобы мы вместе что-то это сделали. Да, и получается, если человек с этим языком не получает этого, но это же потребность есть, необходимость, да, и в какой-то момент включается вот этот элемент манипуляции, да. Что ты мне не помогаешь, значит, ты меня не любишь, и вообще я там найду, ну, если женщина говорит, да, найду другого мужчину, который будет мне помогать и прочее, прочее. И каким-то образом пытается заставить человека, да, помогать, как бы, и здесь вот уже идет именно, мне кажется, вот такое понятие, ну, подмена, подмена, да, 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 да. То есть помощь это когда я прошу о чем-то, а у человека есть воля, у него есть выбор, помогать мне или нет. И я готова с этим столкнуться, что человек скажет, я сейчас тебе не могу помочь, но я помогу тебе, например, вот, когда я там доделаю свои дела, да, когда у меня будет возможность, вот. Ну, получается, что здесь у нас два волевых момента. Первое, нужна воля у того человека, которому нужна помощь, заявить о своем желании, о необходимости получить эту помощь. И второй момент, услышать в ответ, что вот в данный момент тебе могут отказать по каким-то причинам. Да, да, да. Ну, то есть это вот такая достаточно, ну, скажем так, нагрузочная с точки зрения ответственности в отношении себя тема. Да, 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 да. То есть это не помощь. Ну, типа, ламнуш, так уж и быть называется, да, из этой серии. Да, 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 да. Вот, то, что я сделаю, только отстань от меня. Порочный круг возникает. И человек, который начинает вот так услуживать и поддаваться этим манипуляциям, получается, делает хуже и себе, и этому человеку. У него раздражение купится, у него купятся невысказанные эмоции, у него купится агрессия. Да, и нет возможности тому человеку понять, что он делает что-то, ну, что-то не то, он нарушает, нарушает границы, он нарушает волю другого человека. То есть он не готов столкнуться с тем, что ему могут на данный момент отказать. И здесь нет таких культуральных границ, про которые мы говорили в первом языке, когда не принято у нас спрашивать, что тебе подарили, отвечать прямо на вопрос. Ну, опять-таки, у кого-то принято, у кого-то нет, но, видимо, мы с вами примерно в одном уровне культуральным живём, когда это не принято. А здесь немножечко, наверное, сейчас как будто бы уже полегче ситуация. Мы уже можем сказать, в силу того, что у нас психология активно изучается уже не первый год в обществе, уже можем сказать, что мне нужна помощь. И вот здесь мне интересно, где граница между помощью и обязанностью помогать. Вот добровольная помощь и обязанность помогать. Вот если, например, домашние работы, которые сейчас всё меньше и меньше, кстати, становится рассмотреть, да, вот допустим, как я это понимаю, если люди оговаривали заранее, что ты делаешь вот это, а я делаю вот это, то получается, помнишь, заключается в том, что я своё сделал и ещё твоё тебе помогу. Это так? Да, да, да. То есть это же часть правил, да, вообще как бы в семье или вообще в любом, как бы в сообществе. Мы же тоже так же на работе, например, да, то есть где-то в каком-то коллективе, в школах, в садиках тоже же есть договорённость, что, да, каждый там убирает за собой, там что-то, да, моет посуду. Вот, и мы договорились, и у каждого вот есть какой-то, значит, участок, вот это то, что делаю я. Вот. А помощь это о том, что, да, то есть я могу либо предложить, да, что-то сделать, например, дополнительно, либо попросить помощи в том, что сейчас я делаю, например, из своих обязанностей. Либо возникает что-то, например, помимо обязанностей, да, ну, какое-то, вот, мероприятие, например, его надо организовать, да, и, например, я понимаю, что я организатор этого мероприятия. Ну, вот даже такой пример. Я организую мероприятие, мастер-класс, и, например, я понимаю, что я не успеваю распечатать материалы, и я прошу своего мужа, если у тебя есть возможность, пожалуйста, распечатай, там, например, подвези, вот, ну, например, к такому-то часу, да, и тогда, ну, это как бы полностью моя обязанность, я прошу его о помощи, но я понимаю, что он может сказать, что, ну, у меня нет возможности. Да, потому что ее действительно может не быть. Да, и ее может просто не быть, да, да, и тогда я понимаю, что мне надо еще какой-то искать вариант. И здесь мы говорим о том, что язык любви для того человека, которому помогают, он может сказать, да, для меня важно. Если человек мне помогает по первому зову, ну, делает все возможное, да, чтобы мне помочь, то для меня, да, это понимание того, что я этому человеку дорог. Он что-то испытывает в отношении меня, какая-то там есть связь. И в то же время, если я, как человек, который поставляет вот это, предоставляет эту помощь, я говорю, что для меня тоже важно давать кому-то помощь, для меня это тоже язык любви, ведь так, что я таким образом свою любовь проявляю. Проявляю, да, совершенно верно. Проявляю ее вообще к миру, получается, да, реализую в какой-то каждой частной ситуации. И потом еще важно опять-таки здесь, ну, мы в каждом языке, это подразумевает само собой, что это всегда диалог. Еще важно спрашивать, интересоваться, в чем помочь, как помочь. Иногда люди расценивают помочь, это я тебе приду, помогу, я все за тебя сделаю, все, уйди в сторону, сейчас я тебе помогу. А человеку, может быть, просто, ну, как бы, не это нужно было, ему просто помочь расставить стулья, например, а остальное я все сделаю сама, да. Ну, про бережность вот сейчас смотреть, да. Да, 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 именно, ну, опять-таки, про, если это язык, а это какое-то... Наречие. Наречие, да, то есть как именно, то есть здесь надо не бояться проговаривать, потому что для меня помощь вот это, вот это об этом, например. За меня не надо все делать, я хочу делать, но чтобы ты мне помогал. То есть вот разные такие градации. Вот еще автор, кстати, говорит о том, что мы сейчас сразу уж тогда перейдем на следующий язык, что на самом деле очень часто путают помощь и внимание, или время по-разному говорят, да. То есть я, помогая тебе, трачу свое время на тебя. Вот для меня, например, там особой разницы нет, вот в этой части. Как для вас? Так, если мы говорим про время и внимание, да, то Гарри Чепман выделяет там несколько, получается, да, диалектов. Да, 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 несколько наречий, несколько диалектов, и получается это беседа, да, это именно слушать, активно человека слушать, быть во внимании, быть в его пространстве, пытаться почувствовать, понять, о чем он сейчас говорит, о чем он сейчас вообще просто молчит даже, возможно. Про время и это совместное времяпривождение, совместная какая-то деятельность, то есть что-то мы делаем вместе. Даже если вместе молчим. Да, 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 и это как бы вот это вот важный такой момент. А про если разделять, это как найти такую разделительную черту между помощью, да? Да, да, такой прям четкой нет, наверное, или есть? Мне кажется, все-таки она есть, потому что в помощи важны сами действия. То есть мне прямо необходимо, чтобы сейчас, например, человек пришел, и вот он сделал именно какое-то действие. Ну, это как если бы я... Ну, вот, ну, расставил, вот у меня стоят столы, чтобы он их расставил. Вот прямо сейчас, и я вот расценю, что это вот помощь. Или что, например, я попросила завтра заехать в магазин и купить именно эти продукты. Он меня услышал, он это сделал, он меня любит. Вот, а все-таки про совместную деятельность и время пророждения немножко другого качества. Это как если бы мне нужно было переставить диван с одного места на другое, да? Помощь человек пришел, ну, условно говоря, помог ему переставить, а когда время, он пришел, то стоял рядом со мной. На диван как стоял на прежнем месте, так и стоит на нем. Хорошо, это понятно. Вот, мне кажется, и во время совместной деятельности, а там порой иногда вообще не важно, чем мы занимаемся, либо, ну, лишь бы вместе. Вот у меня так получается, из моего личного опыта так совпало. У нас, ну, у меня муж и сын, значит, 12 лет. И как выяснилось, у нас один из языков любви, это вот как раз время. И порой нам действительно вот, ну, неважно, мы лишь бы были вот вместе, чем заниматься. То есть, либо, например, мы там моем, ухаживаем за собакой, все вот все вместе, и это вот как бы тут кто-то помыл, кто-то почесал, кто-то там что-то поделал. Вот, и мы вот совместно что-то делаем. Вот, и иногда это просто, например, просто посидеть втроем, и просто мы смотрим какие-то смешные ролики. Вот, то есть, и вот в этот момент просто вот... Счастье. Да, счастье. Мы вот вместе. То есть, это может быть незапланированно, спонтанно, что-то такое. Я вот должна сказать, вот по моему личному впечатлению, этот язык любви наиболее дефицитарный вот сегодня. Проблема вообще быть выслушанным. То есть, проблема вообще получить для себя какое-то время. Время – это тот язык, на который нужно прям вот... Больше, да, больше внимания обращать. Да, да. Он получается, да, самый такой дефицитарный. И, мне кажется, дальше по этой лестнице идет прикосновение. Вот эти вот следующие языки. Да, согласна, согласна. То есть, время прикосновения. Потому что, мне кажется, это все-таки связано с тем, в какое время мы живем. Все-таки это связано с цифровыми технологиями. То это то, что уводит наш фокус внимания. И то, что мы не учимся этому. Быть, просто быть рядом. Вот просто быть друг с другом. Мы не учимся слушать и слышать. То есть, бывает же такое, что в каких-то коллективах, в семьях вообще просто люди... Ну, как бы даже это нормально, когда люди перебивают друг друга. То есть, разве это диалог, когда только человек начал говорить, и его перебивают. Получается, ты его вообще не слушаешь и не слышишь. Тебе важнее сказать что-то свое. И в ответ, получается, ты говоришь-говоришь, и в ответ ты не хочешь быть услышанным, что думает по этому поводу другой человек, потому что он начинает тоже что-то говорить. То есть, это получается такое непонятно какого качества... Да, какого качества общения, если просто каждый выговорил то, что сейчас крутится в его голове. А слушать, слышать, это вообще навык. То есть, его надо формировать. То есть, это не просто то, с чем рождается человек. Это навык. Учиться как ораторское искусство, точно так же и навык просто слышать, слушать. И это как раз модальность. О чем этот язык? О том, что мне важно и интересно, что там у тебя внутри. Даже если человек рассказывает просто какую-то... Ну, какую-то просто бытовую историю. То есть, за этим же все равно можно услышать, что... Ну, то есть, о каких-то делах, о каких-то мелочах. За этим все равно можно услышать, а что он чувствует. А как он это рассказывает. То есть, за словами услышать еще другие смыслы. Как он себя в это время... Ну, как он сидит, как он себя ведет. То есть, начинает ли он там потирать руки, как-то ему неудобно там, да. То есть, отловить вот это. Это же про это. Да. То есть, о том, что... Внимание. Да, это внимание. Сказать, что с тобой такое? Почему ты съежился? Вот. То есть, вот, это просто элементарные вещи. И на самом деле, когда маленький ребенок, мы каждый его этот, видимо, за ним замечаем. А в какой-то момент, да, и когда приходят родители подростков, они говорят, что они почувствовали, что они потеряли эту связь. То есть, они вдруг... Вдруг ребенок стал чужим. То есть, вдруг что-то... Но оно не вдруг. Оно вот, оно потихоньку. Когда он подходит и говорит, мам, я вот у меня там вот это... Говоришь, давай, подожди. Что там у тебя в школе? Давай потом, да. То есть, а ему прямо сейчас что-то было важно сказать. Вот прямо сейчас ему важно, чтобы его услышали. Ему буквально нужно... А, как правило, там дети, подростки, они не рассказывают какие-то длиннющие истории. Им нужно, ну, 15-20 вашего времени. Буквально немножко. Вот. Это же то, что... Как будто прям про подростков это вот. Этот язык любви. Да, да, да. Прям вот про тот самый пубертанный возраст, когда детям это внимание необходимо. Да, и вот за этим, казалось бы, нам какой-то ерундой о том, что там он рассказывает про кого-то, про какого-то там мальчика, которого там он не выносит, например, там в школе. И понятно, что вы тысячи раз уже слышали эту историю. Ну, там что-то есть в этом. То есть ему важно сейчас этим поделиться. И какие-то там шутки бывают иногда, ну, тоже непонятные, да. И здесь тоже важно как-то сонастроиться и понять, а что, да, что там такого было, что, ну, что это, про что этот юмор. То есть не отбрасывайте это в какое-то вот, ну, не выбрасывайте в ведро вот эти там. Это опять твои дурацкие там вот эти вот, да. Ну, ты скажешь, слушай, мне интересно какое-то, какое-то интересное чувство юмора. Ну, хорошо, вот давайте поговорим сейчас о словах. Поощрение ли слова язык этот называется? Он у нас, я так понимаю, вообще один из самых ранних, да. Ну, самое раннее это язык тела тактильный, а потом уши, да, когда мы слышим речь мамы, когда у нас формируется восприятие, определенное восприятие речи, и вот этот язык для нас становится важным. Интересно, Наташа, подметили, что у ребенка рано, да, формируется, получается, вот этот канал, и что младенец, смысл-то слов, естественно, он не понимает, он слышит интонацию, да, он слышит интонацию, и в этом языке, наверное, это, ну, такое... Интонация. Да, ведущая, да, это то, что вообще за вербаликой, за тем, то есть важно, как мы говорим, важно, в какой форме мы говорим, в какой момент мы это сказали, то есть сколько мы туда вложили своего вот этого чувства, то есть как это было сделано. И люди, у которых этот язык развит, они очень чувствительны, то есть получается, что... У кого это язык ведущий, да? Ведущий, да, у кого ведущий этот язык, они очень к этому чувствительны, то есть они прям отлавливают, что сегодня ты мне сказал так, а вот тогда это было... те же слова были сказаны по-другому. Вы можете не уловить вообще этих нюансов, а для этого человека это будет важно. Такие люди очень чувствительны к критике, то есть если в детстве были такие критикующие родители, то получается, что их сосуд любви совсем пуст, и у них прям такой голод, да, этого, да, и... Сосуд со словами любви. Со словами любви, да, то есть здесь очень важно для такого человека попасть в то окружение, где смогут люди почувствовать, как бы поисследовать и дать ему, давать ему это. И здесь же еще важно то, насколько человек слышит себя в первую очередь, то, как он сам с собой разговаривает, вот, именно этот такой, ну, внутри, вот, да, диалог, и почувствовать, что бы мне хотелось услышать и еще об этом сказать, вот. То есть это такой, очень, мне кажется, один из таких сложных языков, несмотря на то, что мы так много говорим, ну, мы такие, да, говорливые, вот. Птицы говоруны. Да, особенно с развитием, как бы, соцсетей, с пространством, да, вот с этим. То есть многие люди вышли, да, вот в такие там монологи, диалоги. А здесь же важно именно о себе, что внутри, что для меня важно, что услышать, какие слова, каким образом. И еще об этом сказать, потому что другой человек точно не угадает. Есть еще с подарками, как это можно, а со словами, как это сказать, как это выразить. Тем более, что если ты уже сказал, ты уже, как бы, выстрелила, а слово не воробей. Не воробей, да, 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 да. То есть оно уже как-то, все, оно остается, оно ранит. То есть здесь важно почувствовать, как мне нужно, как я внутри, там, у меня какие ощущения. Как бы я хотела это услышать от другого человека. И еще это ему сказать, что мне бы важно было, если бы ты говорил вот так и не говорил вот так. При этом не затронуть другого человека, поэтому это такая вот, мне кажется, такая большая площадь, почва для исследования. Еще здесь такой момент, когда, как можно понять, что вы настроились на язык этого человека, вот на этот язык, смотреть на его эмоциональную реакцию. Когда вы что-то говорите, вдруг человек, например, он как-то замедляется, да. Лицо просветляется. Когда вы говорите слова, важно, там, например, смотреть в глаза, да, то есть быть в контакте опять-таки, чтобы это не просто были, ну, какие-то красивые фразы, не просто комплименты, а именно, чтобы он был адресован этому человеку. Вот, просто, это у меня один из ведущих языков, и бывает так, что, и мне важно, например, слышать от мужа слова поддержки. И когда он вот именно в нужное время говорит мне фразы, которые мне сейчас хочется услышать, я его не прошу об этом, он как-то чувствует это. Ну, мы 20 лет в браке, я думаю, мы сонастроились. И когда он говорит вот какие-то прям нужные слова и фразы, я даже вот их сейчас не могу воспроизвести, да, у меня наворачиваются слезы. И это очень мощно. Проникновенно. Вообще, да, очень, да. То есть фактически эти слова попадают в сердце. Ну, это не говорит о том, что каждый раз так надо со мной разговаривать, да, с такими людьми, так каждый раз прям подбирает там что-то, да, как что в самое сердце попало. Ну, это такая очень тонкая сонастройка. Ну, на самом деле, очень ранят некоторые слова, и фразы, они могут быть вообще иногда нейтральными. Ну, они прям ранят, они ранят, и ты прям не можешь, они звучат у тебя в голове. Вот, а какие-то фразы, они прям вот в небесах поднимают. Давайте вот здесь вот сразу немножко обратим внимание на то, что вы сейчас сказали, что бывает, что человек говорит слова, но не тем, не той интонации, не того содержания, и нас это ранит. Что мы обычно делаем в этой ситуации? Мы обижаемся, конечно. Молчим, да, молчим, обижаемся, уходим в себя, закрываемся. Прямое как бы заблуждение, что молчать-то вот как раз не надо. Если мы уже в контакте, и если мы уже хотим и работаем над тем, чтобы настроить вот эти вот, это как инструмент, такой орган, у которого там по 400 труб, да, и все нужно настроить. Если мы уже в этой теме, то мы уже можем сказать. И это будет экологично, что спасибо, ну, условно говоря, там, спасибо тебе за эти слова, однако вот как будто мне немножечко по-другому. Можно же даже прям вот пример сказать, что я буду слышать, вот если будет вот то-то и то-то. Ведь самое главное в этой ситуации, я понимаю, не промолчать. Вот услышала, кальнула, раскальнула, значит, что-то не то. И прям сейчас разобрать, вот не откладывая туда, вот прям тут по горячим слезам пока, потому что если туда уйдет, там накопится, возрастет вот эта вот агрессия энергии, и уже будет не тот разбор, будет гораздо более эмоциональный. Ты знаешь, прям сейчас почему-то эти слова, они вот как-то мне, вот я просто не могу понять, например, да? На самом деле так бывает иногда. Да, конечно. Я не могу понять, да почему-то сейчас они меня ранили как-то. Вроде бы обычные слова. Да, я понимаю, что ты, да, там, ты не хотела меня обидеть, но они, ну, я с этим сейчас как-то побуду, и давай потом мы с тобой попозже еще об этом поговорим. Ну, это вот, я и говорю, здесь все эти языки, эти диалекты работают, если изначально есть база, есть хоть какая-то капля доверия, диалога, желания, эмпатии, чувствования и желания вообще идти в этот диалог. Без него, конечно. Постройчиво. Да, то есть пять языков любви – это замечательный инструмент, но всегда должна быть. Он на чем-то должен, с чем-то должен. Да, с чем-то должен работать. Не положишь просто так. Хорошо, и у нас с вами остался пятый язык, тот, который развивается раньше всех остальных – тело, язык тела или язык физического контакта. Прикосновения, да. Живем здесь сейчас, сегодня, когда люди отстранены друг от друга, и прикосновения, и культуральных вещей очень много, и прикосновения трактуются вообще очень по-разному. Что скажете по этому поводу языка? Ну, изначально вообще здесь получается, есть еще некая специфика, то, что этот язык связан вообще полностью с нашим телом, потому что чувствительно все, да, то есть каждая клетка, даже трогая волосы, то как бы… Мы чувствуем. Да, да, мы чувствуем, да. И здесь очень много получается вот этих вот диалектов. То есть то, как можно прикасаться, то, как можно этот физический контакт выстраивать, его очень много. Ну, много вариантов очень. И вместе с тем, мне кажется, это такой очень широкий диапазон того, что можно исследовать, того, что можно открывать снова и снова, снова и снова. И это тот язык, это то чувство, которое претерпевает постоянные изменения, потому что когда-то нам хочется, чтобы к нам так прикасались, когда-то это нам вообще, чтобы где-то нам спинку почесали просто, да. То есть что-то такое контакт телом подразумевает еще и сексуальный контакт. И здесь вот такая… Там стыда много. Да, там очень много стыда, там очень много вот этого закрывания, да, какого-то, отрицания, капсулирования, да, вот этих блоков, сжатия. Потому что одно дело, например, слово, да, а другое дело, когда это какой-то физический контакт, который, например, ранил. Ну, я имею в виду, это очень… Если со словами мы можем как-то поработать, проговорить и придать им другой смысл, как-то переиграть, ну, какой-то рефрейминг сделать, да, то с телом это гораздо сложнее, да. Телу нужно время. Если было что-то такое, что меня задело, то мне нужно какое-то время, чтобы это как-то, ну, не залечить, но как-то это восстановить, да, чтобы снова я смог пойти в контакт. Потому что вот оно тело, оно вот такое вот, ну, живое, оно все полностью реагирует. С одной стороны, да, вот вы абсолютно правы, да, это первое, что мы формируем, и когда мамы нас касаются и так далее, но затем, в детстве, опять же, что начинается? Физические наказания. Для таких людей, у которых это ведущий, да, ведущий язык, то есть вот эти вот физические какие-то наказания, ну, мы сейчас не берем какое-то насилие, там, вот, и травму, да, то есть, ну, когда как-то там могут шлепнуть по попе, да, то есть вот там или еще что-то встряхнуть как-то там, как-то, да, ударить по плечу, то есть это очень, для них это очень ранящие вещи, то есть они это очень воспринимают, то есть есть и другие люди, может быть... Именно любви. А? Должно быть телесное только именно любви. Да, да, да. Знаки любви, не негативные, как проявление негатива, а именно любви. То есть это люди, которые, в принципе, те люди, для которых этот язык ведущий, они любят, чтобы их, ну, в буквальном смысле слова, притрагивались к ним, да, разные у каждого свое наречие, и они точно так же любят трогать, да, прикасаться кому-то. Да, да, да. Ну, это опять-таки то, чего хочется мне, то я и транслирую, и делаю для других людей. Любой подход, любые какие-то инструменты, в том числе вот это замечательно. Я считаю, что это замечательно вообще просто вот его идея, да, Гарри Чепмана. И понятно, что это там же родилось из его такого более чем 20-летнего опыта. Да, да, то есть это практика, и то, что это одновременно, это так, казалось бы, просто. То есть когда читаешь книгу и думаешь, это какие-то очевидные вещи, ну, в смысле, что такого здесь особенно? Ну, когда даже просто от прочтения книги, это какой-то терапевтический эффект, да, то, что ты читаешь все истории, да, и все. И любой инструмент, он работает, если у людей есть вот эти базовые вещи, которые, ну, позволяют выстроить отношения. Когда есть какое-то, да, доверие, уважение, да, элементарное уважение, доверие, желание что-то наладить в своих отношениях, выстроить их как-то по-другому, да, развернуться, пойти навстречу, да, и желание что-то менять, да. Ну, это вот как и в психологии, в психотерапии, когда есть работа, тогда, когда клиент, у клиента есть желание что-то менять. И тогда, конечно, исследование своих отношений через эти пять языков, оно, мне кажется, ну, однозначно принесет плоды. Он хорошо работает и с детьми, то есть это диалог, который мы можем прям выстраивать, спрашивать у детей, у подростков, можно через какую-то игру, то есть просто вот, ну, даже вот эти какие-то делать доски с пожеланиями, да, там, а что бы мне хотелось, а что мне приятно, а что мне точно неприятно. Если не может высказать, то просто где-то писать, рисовать, а вот так мне не нравится, а вот так мне нравится. То есть превратить это в какой-то... Доступным способом для себя. Пока доступным способом. Да, доступным способом для себя, да. А так вообще хорошо бы, мне кажется, чтобы создать вот это вот общество, сообщество людей, которые понимают, как проявляются эти языки любви. То есть важно с самого детства давать детям возможность почувствовать разные эти вкусы, да, то есть как можно больше прикосновений, каких-то разных там подарков, приводить время вместе. Развивать все эти языки. Да, развивать. И дальше уже что-то там, уже видно, что, о, ему нравится больше, когда он там, помоги мне, помоги мне, помоги, ой, мам, помоги. Да. И ты говоришь, что что-то ты не можешь сам сделать, ты же сам это можешь делать. А ему надо, чтобы вот именно ты там пришла и ровненько там что-то прочертила, приклеила. Ему это важно. Хорошо, Аид, спасибо. А я в завершение хочу прочитать цитату психолога Ольга Губанова. Мне очень понравилась ее фраза. Сейчас мне все чаще приходит в голову мысль, а что если естественное состояние человека говорить на всех пяти языках любви? Просто в разные периоды жизни актуализируется какой-то один или два. Мне нравится эта мысль, прислушиваться друг к другу и быть щедрой на любовь. На этом мы закончили нашу передачу. Берегите себя, всего вам хорошего. С вами была передача «Фокус на человека» и в студии работала Наталья Жула. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин